Дегтярёв Информация о пси-установках, добытая майором Дегтярёвым, не на шутку встревожила его руководство. Все материалы по их лабораториям были изъяты из военных архивов и помечены грифом особой важности. Сотрудники СБУ в зоне получили приказ любой ценой воспрепятствовать распространению информации о сути проводившихся работ. На основе промышленной документации изделия номер 62 было создано несколько опытных образцов. После испытаний от массового применения данного оружия было решено отказаться. Стоимость боеприпасов оказалась слишком высокой. Впрочем, некоторые факты позволяют предположить, что совершенствование ГАУС-пушки негласно продолжается. После того, как все попытки взять Скадовск под контроль провалились, Султан и его банда покинули судно. С исчезновением этой опасности слабый ручеёк сталкеров и артефактов превратился в бурный поток. Бизнес Бороды стал процветать, а Скадовск в популярности почти сравнился с баром Сторинген. После уничтожения логова кровососов твари зоны уже не могли помешать течению здешней жизни. На какое-то время старое судно стало центром относительной стабильности в изменчивом мире зоны. Между отрядами Свободы и Долга на станции Янов установилось шаткое равновесие. Утомлённые бессмысленной борьбой, бойцы враждующих группировок стали пополнять ряды вольных сталкеров. Научно-исследовательская экспедиция профессоров Германа и Озёрского увенчалась успехом. Собранные данные помогли в разработке нескольких уникальных устройств и лекарственных препаратов. В свете этого финансирование программы следования зоны было многократно увеличено. Рассказы Гаррика о борьбе военных с опасностями Припяти заинтересовали многих. И вскоре силами разрозненных групп началось изучение города-призрака. Несмотря на постоянные атаки бойцов Монолита, сталкеры смогли закрепиться в бывшем лагере военных и теперь совершают оттуда вылазки вглубь города, с каждым разом продвигаясь всё дальше. Рассказы об Оазисе перестали быть легендами. Всё чаще в разговорах сталкеров упоминались те, кто смог найти путь к этой тайной аномалии. Поток искателей не иссякает, чем и продолжают пользоваться бандиты. Новички клюют на предложение показать дорогу к Оазису, но дело обычно заканчивается грабежом где-нибудь в сторонке от сталкерских троп. В зоне продолжают действовать отряды наёмников. Их интерес к секретным лабораториям заметно возрос и успел привлечь пристальное внимание СБУ. Тем не менее установить личность заказчика, стоящего за наёмниками, не удалось. Местность у станции Янов привлекает всё больше сталкеров. Отсутствие опасных мутантов и изобилие аномальных образований привели к тому, что в сталкерском сознании эти места стали ассоциироваться с тем самым клондайком артефактов. Зулус вернулся к главной базе Долга на заводе Росток. Никто не знает, о чём он говорил с генералом Воронином, но спустя несколько дней Зулуса видели во главе крупного отряда и направлялся тот к центру зоны. Воно ушёл на армейские склады к свободе, где лёгкостью характера и оптимизмом быстро заслужил всеобщую симпатию. В конце концов он возглавил небольшую группу исследователей, которая занялась изучением аномалий. В зоне появилась новая группа сталкеров. Подготовлены они хорошо, но цели их никому неизвестны. По неподтверждённым слухам, все эти люди когда-то были бойцами Монолита. Лидер отряда известен под прозвищем «Бродяга». Старший лейтенант Соколов продолжил летать над территорией зоны и был сбит наёмниками над Лиманском. Через две недели его, выжившего не иначе как чудом, возле кордона подобрал патруль. Вскоре Соколов покинул ряды ВВС и перешёл в гражданскую авиацию. Сыч наладил хорошие связи с заказчиками вне зоны. Его товар – информация. По слухам, значительная часть его сведений уходит в СБУ. Во время особенно мощного выброса группа сталкеров была вынуждена искать укрытие в старой барже Ноя. Вскоре судно атаковали снорки, и ребята поняли, что они оказались в небольшой, но приличной крепости. Особое изумление вызвал выводок щенков псевдособаки, которые вместе с Ноем помогали оборонять баржу от мутантов. Кардан, узнав о судьбе друзей, больше не помышлял о сталкерской карьере. Преодолев алкогольную зависимость, он перебрался на Янов, где вместе с Азотом организовал мастерскую по ремонту решительно всего. В свободное от работы время оба техника с увлечением конструируют средства передвижения, максимально подходящие для экстремальных условий зоны. Стрелок передал руководству СБУ добытые на станции данные. Эта информация подтолкнула правительство к созданию научно-исследовательского института Чернобыльской аномальной зоны. Место главного научного консультанта в нем занял сам Стрелок. Командир группы СКАД полковник Ковальский после возвращения из зоны доложил начальству о причинах провала операции «Фарватер». После долгого разбирательства и многих попыток переложить на него всю ответственность, полковник с почетом ушел в отставку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok